Боже 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 Я не хочу умирать Тебя я буду ждать Я буду ждать Я буду ждать Я буду ждать Разве можно забыть Глубину твоих глаз, твоих слов Твои сильные нежные руки Твою неземную любовь Разве можно забыть Наше счастье бурлило векой Ты меня обнимал Ты шептал, мой любимый, родной Любимый, родной Боже, ты Бог Боже, ты Бог мой Боже, ты Бог мой Единый, справедливый, святой Ты свет для меня в темноте ночной Защита моя во время буря сной Боже, ты Бог Боже, ты Бог мой Ты свет для меня в темноте ночной Защита моя во время буря сной Боже, ты Бог Боже, ты Бог мой Боже, ты Бог мой Что я не потеряю своей работы Я не потеряю призвание И ты, дьявол, будешь в подножии моих ног О, я буду сокрыт в имени Иисуса Как в крепкой башне О, Господь, пусть утвердится наша вера Пусть придут ответы Пусть придут чудеса Мы воздаем тебе славу О, мы воздаем тебе дары Мы воздаем тебе благодарность Мы верим тебе Никто из людей не решит наших проблем О, нет другого имени Кроме тебя Халлелуя Кимарембре бештея О, гряди, Господь Открой все темницы О, пусть все измученные Выдут на свободу Халлелуя Синькама Кимарамретая Пусть ява Будет посраблен Пусть имя твое Прославится и возвеличится Халлелуя О, синькама Синькама лепая Кимарсекли Балили башне Аллелуя О, халлелуя Аллелуя О, слава тебе Слава тебе, Господь Аллелуя Мы благодарны тебе Мы поклоняемся тебе Мы превозносим твое драгоценное святое имя Прими эти дары Прими то, что, Господь, наши сердца Готовы тебе воздать И возри на нас Прикоснись к нам И даруй нам, Господь Желаемое Ты делаешь несравненно больше О чем мы просим Или помышляем Мы поклоняемся тебе Мы верим тебе И мы воздаем тебе Всю славу и честь Аллелуя У тебя нет тупиков У тебя нет сложных задач Тебе все возможно И то, что невозможно людям Тебе возможно И все, что ты открываешь Никто не закроет И все, что ты закрываешь Никто не откроет И любящим Бога И призванным по Его изволению Все будет содействовать ко благу Дьявол пострамится В каждой жизненной ситуации Праведника А имя Господа Прославится Во всех ситуациях Нашей жизни Воздаемо славу Воздаемо честь Аминь Аллилуйя 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 Дорогоценные мои Давайте откроем Деяние апостолов Вторая глава Деяние апостолов Вторая глава У Господа есть для тебя И для меня сегодня Ответы Спасибо прославляющие За такое помазанное Прославление Подарите аплодисменты Аминь 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 Деяние 2 Апостоли Дарби 37 Слыша это Они умилились сердцем И сказали Петру И прочим апостолам Что нам делать Мужи брати Петры же сказал им Петры 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 И докрестите Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите Дар Святого Духа Ибо вам принадлежат Абитование И детям вашим И всем дальним Кого не призовет Господь Бог наш И другими многими словами Он свидетельствовал Иувищи вал Говоря Спасайтесь Изглабieties От рода сего Развращенного И так Охотно Принимши слово Крестились И присоединилась Тот день Душ Около Трех Тисе Слыша Наступает время Наступает время С этими Жгучими Наболевшими Вопросами Люди будут Обращаться Не к депутатам И не к президенту Друзья Наступает время Когда Бог покажет Несостоятельность Любой системы Наступает время Когда кризис Будет терпеть Любая Организация Любой Общественный Институт На который Человек Возлагал Свои надежды Наступает время Когда все Человеческие Основания Они дадут Трещины И люди Поймут Что идти Больше Некуда Друзья Придет время Высочайшего Апостольского Авторитета Люди Пришли к Петру И к прочим Апостолам Друзья Эта власть Очень скоро Будет Намного Выше Чем всякая Иная Власть На этой земле Если ты что-то Понимаешь Скажи Аллилуйя Пришли к Петру И к прочим Апостолам Люди Разочарованные Обделенные У которых Не было надежд Не было денег У которых Были разбитые Семьи У которых Были дети Наркоманы У которых Не было Надежд На будущее Болезни И они все Хотели Процветать Они все Хотели Счастья Они все Хотели Выход Выхода Из положения Друзья Как сегодня Вокруг Люди Погибают Люди Разочаровываются Люди Тысячами Идут В погибель Друзья Бог Поднимает Авторитет Церкви И однажды Люди Поймут Что нет Ни в ком Ином Спасения Нет Ни в ком Ином Спасения Кроме Иисуса Которого Проповедуют Апостолы И пришли Эти люди К Петру И к прочим Апостолам И сказали Что нам Делать Если в этом Зале Есть люди У которых Этот вопрос Пульсирует В последнем Если в зале Есть люди Которые Мучаются Теми же Самыми Вопросами Которые Днем И ночью Не дают Покоя Вчера Ты знал Что делать И тебе казалось Ты идешь Праги И тебе казалось Что компаньоны У тебя проверены И ненадежные И когда Может быть В жизни Все было Рассчитано И проверено За полчаса До твоего Олимпа Вдруг Произошло Непредвидено Тот Кто был Твоим Другом Казался Придатим И когда Ты уже Почти Протянул Руку Чтобы взять Твои Дивиденды И иметь Большие Деньги Тебя Кинули И ты понял Что мир Прогнил Насколько И ты понял Что в мире Нет порядочных Людей И ты понял Что в мире Нет ничего Надежного Стабильного И вдруг И вдруг Тот Кого ты Вчера Назыл Дурачком И Сектантом Вдруг Для тебя Стало Приобретать Эта Прослойка Людей Важность И внутри тебя Происходит Переоценка Это Служение Для тебя Это Помазание Для тебя Это Время Для тебя Я глубоко Верю Что Бог Сегодня Приготовил Ответы Для тех Людей Которые Не знают Что Делать Потому что Ты пытался Заниматься Бизнесом Ты пытался Получить Образование Ты пытался Строить Семью Ты пытался Быть Спортсменом Ты пытался Быть Личностью И увы Все Ускользало Друзья Без Бога Нам не выстроить Своей карьеры Без Бога Нам не выстроить Счастливой семьи Без Бога Нам невозможно Состояться Как личность Потому что Дьявол лжет Дьявол обещает И не выполняет И остается Только одна дверь Которую ты еще Не стучался Эта дверь Есть Иисус Христус Что Нам Делать Друзья Есть коренные Вопросы В нашей жизни Иисус И еще раз Иисус Петр ответил Им Покайтесь Это первое С чего все Начинается Покаяние Нет Не с крещения Средний религиозный человек Говорит Я крещен В такой-то церкви Я крещен В другой-то церкви Друзья На первом месте Стоит не крещение На первом месте Стоит сознательный акт Покаяния И первое Чтобы жизнь изменилась Чтобы в нашей жизни Пришло восстановление И Божий свет Чтобы Богу Вторгнуться В нашу жизнь И что-то в ней Изменить Необходимо Первое условие Покаяния Скажи Покаяния Мы много грешили Перед людьми Мы много грешили Против своих ближних Против друзей Но самый великий грех Это перед Богом Мы не верили ему Мы не доверяли ему Мы не признавали его Мы отвергали его Покаяние Друзья Это высота Нашего героизма Вокруг Иисуса Слева и справа Весели два разбойника Один из них На счету имел Не один десяток Изнасилованных женщин Не один десяток Домов ограбленных На его совести Были жуткие погромы Руки были По локоть в крови И у того, и у другого Но что такое героизм? Героизм Это назвать вещи Своими именами И один из этих разбойников Инстинкт самосохранения Он пульсировал в нем И он так же, как при жизни Хотел по головам других Очередной раз Вырваться Из этого переплета Ну что ты Если ты такой крутой Иисус Ну что ж ты здесь висишь? Ну давай выберемся Очередной раз Из этой переделки Ну все И не знал Что из этой переделки Уже не выбираются Есть такие ситуации Которые уже безвыходные Но не для верующих А другой Которые были с другой стороны Он был честный Друзья Христиане Христианство принадлежит честным людям Которые способны Вещи Назвать Своими именами Честность Это основа ответственности Это есть вера А это есть благословение Которые Бог дает нам Он унимал И говорит Эй Ну Чья бы корова мычала Но твоя бы молчала Ты Засранец Ты же изгой Ты же подлец Мирзавец последний И ты еще начинаешь Что-то рот Открывать Против этого невинного человека Замолчал бы лучше Он повернулся к Иисусу Он сказал Иисусу Он теится Иисусу Вспомни меня Пимени мани Вспомни меня У тебя много дел У тебя много разных людей У тебя миллионы людей в сердце У тебя миллионы людей в память Хороших людей Добрых людей С которыми ты служил Ну пожалуйста Пусть в твоем большом сердце Будет место для меня Несчастного грешника Вспомни меня В царстве твоем Вот пока я нет Это сознать, что я без Бога Не жил, а существовал Это сознать, что весь мой героизм без Бога Это подлость Это гарбич Это напрасно прожитые годы И то счастье, которое я назвал счастьем без Бога Это трагедия жизни Это несостоявшаяся судьба И Иисус Иисус посмотрел на него И сказал Ныне же Ныне же Будешь со мною Друзья, не крещение Молодец Дает спасение И мандат Находиться в царстве Божьем Но покаяние Покаяние Пирвич Аминь Ныне же Будешь Со мною Врэйу Парадизе Я представляю себе Как Дух Святой Это была последняя евангелизация Это была последняя Кающееся сердце Вы знаете Независимо от условий Или это Церковь Благаустроенная Или это вокзал Или это крест Или это эшафот Вы знаете Бог так возлюбил мир Что Он устроил Так Жизнь Что можно каять В любых условиях За мгновение до смерти И Бог слышит И Бог спасает Бог прощает И дает гарантию Ныне же будешь Со мною В раю Аминь Друзья Что делать Первое что нужно Покаяться Покаяние Это что-то серьезное И глубокое Это сознание Своей никчемности Без Иисуса Это сознание того Что Иисус Является моим спасителем Это сознание того Что я верю Верю что существует ад И существует рай И покаяние И покаяние говорит О зрелости Говорит о серьезности И говорит об ответственности За свою судьбу Покаяйтесь И докреститься Каждый из вас Своими Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа Ибо вам принадлежат Обетования И детям вашим И всем дальним Кого не призовет Господь Бог наш Каждый из нас Покаялся Своё По-своему Двух одинаковых Покаяний Не божает Но одно нас Объединяет Мы поняли Что без Иисуса Нам Не выжить Можна купить Большую кровать Но невозможно купить Сон Мегу Можна купить Женщину Но ты не купишь Любовь Можна купить Лекарства Но ты никогда Не купишь Здоровья Можно купить Здание Для церкви Но ты никогда Не купишь Помозание Можно купить Икону Но близость С Господом Ты не купишь Есть вещи Которые можно Купить Жизнь Но есть вещи Которые даются Как дар От Бога Амен То, что ты покупаешь За деньги Оно остается На земле И оно сгорит От нас В огне То, что дает Бог Оно уходит С этой земли Вместе с человеком Амен Есть ценности Вечные Есть ценности Которые человека Делают Богатым И сильным И сегодня Сегодня Господь Касается Наших сердец И следующая мысль Которая я хотел Подчеркнуть Ибо эти Обетования Спасения Принадлежат нам Детям нашим Всем дальним И ближним Кого не призовет Господь Принадлежат Нам И детям Нашим Господь любит нас И он ищет Он ищет Лазейки Он ищет Дверь Он ищет Кого-то С кого началось Пробуждение В данном Семействе И я хотел бы Сейчас Показать Одну Иллюстрацию Другими Другими Словами Хотел бы Сороковой стих Прокомментировать И другими Многими Словами Он свидетельствовал И увещевал Говоря Спасайтесь От рода Сего разращенного И так охотно Принявши Слово Его Крестились Друзья Вот он Уровень Нашей Евангелизации Когда Помазание Двигается Когда Слово Божье Звучит То Люди сначала Умиляются Сердцем И охотно Принимают Слово Божье Охотно Принимают Слово Божье Охотно То есть У людей Появляется Желание У человека Появляется Жажда И человек Приходит И говорит Я знаю Я к этому Созрел Я глубоко Верю Друзья Что Наступит Время И это Время Уже Наступает Когда Дух Бога Искан Он Как Ветер Поднимется На Нашими Городами Над Нашими Районами Люди Охотно Пока Еще Может быть Мы видим Что Люди Охотно Реагируют Идут Смотрят Читают Или Воспринимают Придет Эта Жажда Но не Жажда Воды А Слово Божье Наступит Голод Не Голод Хлеба Но Голод Слово Божье Наступит Время Когда Все Человеческие Основы Они Будут Разрушены И Придет Сверх Истер Жажда От Я Хотел бы сейчас Дать Маленьку Иллюстрацию Откроем Четвертая книга Царств Четвертая книга Царств И Пятая глава Четвертая книга Царств Пятая глава Я Обращаюсь К вам Братцы Не Умолкайте Свидетельство О Господи Многими словами Увечевал И Свидетельствовал Спасайтесь От Рода Сего Развращенного Церковь Мы должны Благовествовать Дух Благовествования Он должен Внутри нас Кипеть Он должен Нас Зажигать Потому что Вокруг нас Столько Людей Которые Нуждаются В спасении Грубость Которой Часто Проявляют Люди По отношению К Христу Является Лишь Маской За которой Скрывается Несчастное Сердце И Когда Человек Иногда Плюется И Говорит Да Что Ты Мне Навязываешь Куда Ты Меня Тащишь И Агитируешь За Этими Словами Скрывается Разрушенное Достоинство Потому что Человек У которого Есть Достоинство Неразрушенное Он Говорит Окей У тебя Такие Убеждения У меня Другие Либо Даже Ради Праздного Любопытства Он Может Прийти Посмотреть Но Человек Который Отчаянно Борется С этим Он Пытается Сбалансировать Этому Человеку Как раз Ножем Господь Амин Поэтому Друзья Пусть Негативный Опыт Никогда Не закроет Рот Для Нашего Благовестования О Вы Напоминающие Господи Не Умолкайте Если Даже Кто-то Еще Неохотно Слушает Тебя Наступит Время Люди Будут Умиляться Сердцем Слушая Твое Благовестование Наступит Время Когда К Тебе Будут Родственники Приходить И Говорят Что Нам Делать Подскажи И тоже Как Священник Родства Будешь Говорить Покаясь Докрестница Я буду Молиться О Крещении Духом Святым Амин Друзья Все Поменяется Приходит Новый Возраст Приходит Помазание И мы С вами Увидим Это Пробуждение В нашем Родстве В нашем Доме И В нашем Городе Амин Скажи Это Своему Соседу Все Поменяется Люди Будут Слушать Тебя Люди Будут Идти К Тебе Люди Будут Искать Лица Твоего Твоих Молитв Своего Благовествования Аллилуйя Аллилуйя Перед Конференцией Три Монаха Пришли К нам Я уже Рассказывал Об этом И знаете Что Они мне Три Слова Эти Сказали Они говорят У нас есть Деньги У нас есть Возможности А что Нам Делать Вы Понимаете Что Наступает Время Когда Не просто Грешники А Солидные Католики Солидные Лютеране Солидные Православные Они будут Говорить Что Нам Делать Нам Что То Нужно Делать Активность Заложено Богом В каждого Человека И человек Имеет Потенциал Но он Не в том Направлении Тратит Свои Деньги Своё Время Своё Здоровье Но мы Должны Прийти К Иисусу И сказать Господь Вот мы Используй нас Для славы Своей Амэн Что нам Делать И у нас Должен быть Ответ Мы должны Знать Что Нам Делать И вот Смотрите Поговиствование Слугинавшина Нейман Военачальник Царя Сирийского Был Великий Человек У господина Своего И уважаемый Потому что Через него Господь Дал победу Сирианам И человек Сей был Отличный Воин Но Прокаженный И так В последнее время Я Чувствую внутри себя Пробуждение Среди ключевых Людей Нашего Общеста Я кубоку Упиштю Последнее время Господь будет Прикасаться Ключевым Людям Нашего Общеста Нашего Пилсета Нашего Правительства Если мы говорим О христианском Правительстве То это означает Что там В Кисарии Уже Господь Пометил Некоторых Людей Там уже Свой Корнелий Который Молится И жертвует Там уже Есть свои Люди Которых Бог отметил И однажды Мы встретимся С ним Друзья Ниман Генерал У него Почетные Награды Он человек Уважаемый Отличный Воин И снаружи Не подкопаешься Никаких проблем Никто не знает Что кроется Под этими Медалями Под этими Эполетами Под этими Регалиями Никто не знает Что кроется Под мундиром Этого известного И почетного Генерала Я вначале сказал Что если у человека Есть проблема У Бога Есть решение Эти проблемы Друзья Навстречу Восходящему Свету Божьей церкви Однажды придут Цари Тельможи Князья И начальствующие И посмотрите Проказа Это была Неизлечимая болезнь И как только Становилось Известным Что Это человек Проказанный Его срочно Изолировали От общества И отправляли В долину Проказанный Где были Свои Гетта Своя колония И там Проказанный Сколько это болезнь Заразная Они жили Все И представляете себе Под какой Угрозой Находилась Карьера Это была Жуткая Тайна Которую Нейман Пытался Скрыть Дома Кто-то Знал Но офицеры Не знали И царь Никто Не знал Потому что Если бы узнали Никто бы Рисковать Не стал Амин И представляете Какая Жуткая Тайна Всякий раз Когда Нейман Приходил Домой И снимал Свою Доспехи Свою Китель Он смотрел В зеркало И видел Как эти Пятна Они Распространяются По всему телу Сколько еще В запасе Время Неделя Месяц И однажды Все это Выползли И однажды Все узнали И что он только Не делал Какие Тука Врачи Там Не помогали Все Безполезно Все Безполезно Я Определенно Уверен Бог Это слово Дал мне Вчера Вечером Когда я молился Игрил Бог Что мне Говорит Завтра И Бог Мне указал На эту историю И Бог Для кого Ты сегодня Приготовил Своё благословение Под вашим Мундиром Под вашей Красивой Внешностью Кроется Жуткая Болезнь Жуткая Проблема О которой Никто не знает Кроме Господа И твоих Ближних Все Что невозможно Людям Возможно Бог Все Что невозможно Людям Возможно Бог Отличный Воин Уважаемый Человек Перспективный Генерал Но Прокаженный И через него Господь Дал Победу Сирианам Странно Что до этого Момента Этот человек Имел Какие-то Контакты С Господом Он слышал О Боге И вероятность Сердца У него Было Добрым Как У Корнилия Не все Генералы Насилуют Чеченских Девочек Не все Генералы Видят В солдатах Пушечное Мясо Не все Генералы Бизнесмены Которые Продают Танки Самолеты И этим Наживаются Среди них Есть Те люди С которых Бог Начнет Пробуждение Вооруженных Сил И в высших Эшелонах Власти Амин У него Было Доброе Сердце И этот Человек Страдал И мучился Так Как Ты Может быть Ночами Страдал И мучился Человек Смотрит На внешность На лицо А Бог Смотрит На сердце Сириане Однажды Пошли Отрядами Изяли В плен Из земли Израильской Маленькую Девочую И она Служила Жене Неимановой И сказала Она Госпоже Своей О если бы Господин Мой Побывал У пророка Который В Самарии То он Снял бы С него Проказу Его В эту Жуткую Тайну Были Посвящены Несколько Человек Естественно Жена Она Она Больше всего Знала Мужа И это было Страдание Не только Для Неймана Это было Страдание Для всей Семьи У дьявола У дьявола Свои Обетования И у дьявола Есть своя Цель Чтобы проклятие Пришло Вам И детям Вашим И всем Дальним И ближним Чтобы все Были Прокажены Чтобы все Были Обречены Чтобы все Были Опущены И прокляты Но у Господа Есть цель Чтобы Благословение И Божье Обетование Для Исцеления Принадлежали Нам И детям Нашим И всему Нашему Родству И всему Нашему Семейству Друзья Мы И дом Мой Я И дом Мой Мы будем Служить Богу Получив Исцеление Освобождение И разрушение Всякого Проклятия Амин В эту Тайну Были посвящены Несколько Человек Жена Неймана И эта Маленькая Девонь Посмотрите Я благословляю Сегодня Наших Юношей И наших Девушек Мы часто Думаем Ну что Значит Наше Свидетельство Ну что Значит Наши Проповеди Едва Едва Там Две Мысли Связаны Тебе Ничего Не надо Говорить Слишком Умного Говори То что Ты видел Своими Глазами Если Ты в церкви Видел Как Исцеляются Люди Если Ты видел В церкви Как Глаза Становятся Здоровыми Если Ты видел В церкви Как Эти Гниющие Ноги Они Становятся Здоровыми Как Уши Открываются Вот И говори Если Ты не можешь Молиться Говори О Если Ты Пришел В церковь И встретился С Божьими Людьми То Бог Снял С тебя Проказ Не было Ничего Высокого Теологического Здесь Была Простота Свидетельства Аминь Здесь Была Простота Свидетельства И она Говорит Жене Неймана Если Бы Господин Мой Пошел К Пророку Божьему Он Снял Бы С него Проказ Смотрите У ребенка Не было Капли Сомнения Она Не говорила Может Быть Там Бы Получилось Чудо Или Не Получилось Смотрите Насколько Эта девочка Была Убеждена Она Смотрела В глаза Жене Неймана Говорит Он Снял С него Проказ Он Снимал Проказ У нее На нем Дух Божий Это Реальный Бог Израиля Который Слепым Дарует Свет Который Исцеляет Немощи Который Дает Силу Который Разрушает Проклятие Я видела Я знаю Что он Не прекратил Действия Он Сегодня Такой Как и Вчера Это Обетование Прилежит Не только Родным Израильтянам Но и Всем Дальним Сирианам Не только Церкви Нового Поколения Но Бог Нового Поколения Может Исцелять Тех Кто В Православной Церкви Католической Церкви Кто В Церкви Лютеранской Всем Дальним И Ближним Закричи Халалюя У нашего Бога Нет Лицеприятия И Бог Исцелял Не только Овец Своего Двора И Когда Приходила Сири Кофиянка И Говорила Моя Дочь Жестоко Беснуется Господь Говорил Ну Как Я Могу Взять Хлеб У Детей Бросить Псам Но Эти Дальние Они Тоже Претендуют На Эти Чудеса На Основании Этого Обетования И Она Говорит Когда Крошки Падают С С Долага Спод В Этих Крошках Есть Тоже Сила Для Исцеления Есть Сила Для Восстановления Я Не Хочу Увидеть Мою Дочь Беснующейся Господь Ответил Когда Господь Видит Веру Он Говорит Во Всем Израиле Я Не Нашел Такой Веры И Он Говорит Иди Дочь Твоя Исцелена Неотступность Братья И Глубоко Верю В Чудеса Которые Бог Приготовил И Для Ближних И Для Всех Дальних И Девочка Смотрела В Жене В Глаза Жене Неймана Говорит Если Б Нейман Пошел К Моему Господину К Елисею То Точно Точно Он Снял С Него Проказ Друзья Когда Человек Уже Все Перепробовал Жизнь Когда Он Побыл Уже Во всех Лечебницах У всех Специалистов И Растратил Уже Кучу Денег Друзья Человек Ухватится За это Свидетельство Как за Последнюю Надежду Аллелуйя Ухватится И этот Серьезный Человек В Погонах И Пошел Нейман И Передал Это Господину Слову Говоря Так и так Говорит Девочка Которая Израильская Друзья Не то что Кассеты Смотрят Наши Там В парламенте Или В кабинете Министров Или В администрации Президента Ты Ты Засвидетельствовал Представляете Генерал Приходит К царю И говорит Девочка Из Израильской Говорит Что у них Есть Пророк Который Снимает Проказу Ты говоришь Как они Могут Слышать Это Вот так Они Слышат Бог Заинтересован Чтобы Твое Немощное Свидетельство Рассуждали И говорили О нем На самом Верховном Государственном Уровне О вы Напоминающие Господи Не умолкайте Давайте Соединим Руки И скажем Господь Помоги нам Говорить Помоги нам Свидетельствовать Пусть Наше Свидетельство Движется Пусть Наше Свидетельство Проникает В кабинеты Министров Пусть Это Свидетельство Касается Генералов Пусть Это Свидетельство Касается Министров Пусть Это Свидетельство Касается Наших Царей Начинаем Молиться из глубины сердца Скажи, Бог, помазывай меня Для свидетельства Аллилуйя 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 Помазывай духом свидетельства Разбуди дух евангелизма Разбуди в нас Это дух свидетельства Аллилуйя Аллилуйя Иисус сказал, что когда дух святой сойдет с нас Мы примем силу И мы будем свидетелями Иерусалиме, Иудеи, Самаре И даже до края земли Друзья, что нам делать, мужи и братья Это типичная ситуация Накануне пробуждения Генерал, у которого весь офицерский состав Штаб округа И он приходит к девочке И говорит, что мне делать Девочка А девочка говорит, а я знаю, что делать Иди к Елисею И он снимет с себя проказу Друзья, мы обладаем теми знаниями Которые не обладает штаб округа Мы имеем такие знания Которыми не обладает ни один Институт Карнеги Мы обладаем такими знаниями Которыми не обладает ни один Менеджмент В нашей стране Ты веришь этому или нет? Аллилуйя, скажи, я знаю В кого я уверен Амин Он может снимать проказу Он может разрушать Всякое проклятие Ну закричи же еще громче Аллилуйя Что же нам делать? Ну вот царь Представляете себе Генерал На приеме у президента И сказал президент Сирийский не иману Ну пойди Сходи А я пошлю письмо К царю израильскому Друзья, вот когда храм поклонения Будет здесь тыл Вот поверьте На государственном уровне Сюда будут открываться Дипломатические коридоры И на президентском уровне Здесь будет бестаможен Просто Если поклонники Вперед И там будут таможни Духовные На языках молишься Молишься Бесов изгоняешь Изгоняешь Помаза не высвобождаешь Вперед Аллилуйя Виза открыта Друзья, на государственном уровне Будут решаться вопросы Приезда и уезда Аминь Маленькая девочка Свидетельство И между двумя государственными Сирией И Израилем Начинаются дипломатические переговоры Это уже не Буш младший И не Ясера Арафака Маленькая девочка Устраивает Меж Государственные переговоры Друзья Друзья Самая маленькая у Господа Выше всего человеческого Аминь Бог берет Ничего не значащих Чтобы постармить значащих Аминь Аллилуйя Недавно Ко мне подошел Володя Ид Алексей Недавно Говорит Звонок был Сегодня Говорит Позвонил из Аргентины Откуда ты из Бойнасайреса Из Китакра И благодарят Новое поколение Пастор Алексей У нас сейчас Попала кассета О чем мечтает Бог И мы были в таком шоке Какие у Бога мечты И мы хотим тоже Стать частью этого движения Аргентина Мы думаем Что то что мы здесь делаем Остается вот в этих стенах На Ирлова-7 Бог Говорит Что вышел Сеятель Сеять И когда он берет Пригоршнями То что здесь происходит И бросает Мы даже не догадались Даже нам не снится Мы даже представить себе не можем Куда эти зерна Могут попасть И где они могут оказаться А в этих зернах Жизнь А в этих зернах Исцеление А в этих зернах Чудеса и знамения Воздай Господу Великую славу И говорит Вот мой генерал Без армии сейчас пойдет Вчера мы воевали Но понимаешь Мы довоевались Что генералы прокаженные Но что кто с Израилем воюет Они все будут прокаженные Но сейчас генерал уже наносит визит Без танков Без ракет Без тингеров Без авианосцев Просто как пациент Друзья что-то изменилось Конечно израильский царь Всерьез это не принял И расценил это как Авантюру политическую Царь израильский Перечитал письмо Разодрал одежду свою И сказал Разве я Бог У царей бывает клин Нейман не просил царя Исцелить его Уважаемый царь Исцели меня Он конкретно написал Что у вас пророк есть Однажды нашему президенту Напишет Такое письмо Скажет Это не к вам относится Это к церкви относится Конечно ты не Бог И не богиня Но есть Бог в Израиле Есть Бог в Латвии Есть Бог в церкви И именно этот Бог Он будет привлекать В Латвию Тысячи и сотни тысяч Туристов Ищущих исцеления Чудес и знамения Амэн И царь Что это такое? Это авантюра Я не понимаю Разве я Бог Конечно не Бог Чтобы уменьшлять И оживлять Что он посылает ко мне Чтобы я снял Человека проказу Чтобы я снял Проказу Его никто не просил Насчет проказа Его попросили Просто ты не мешай Просто открой Дверь и все Таможню открой Вот теперь знайте И смотрите Что значит При Бога Враждовать против меня Наказа не так-то просто Наладить Нормальное Доброе Люди же не верят добру Люди не верят чудесам Если мы сейчас говорим О храме поклонениях Кто-то говорит Наверное Они что-то хотят Сюда подтянуть Советские войска Федеральные войска Наверное Сколько еще надо Сколько переговоров Сколько еще Просветительской работы Чтобы объяснить ему Что мы не верблюды Верблюды принесут дары Но мы Будем верблюдов вести Амэн Да враждовать никто не собирается Амэн А тот уже одежды разодрал Конечно ему много одежды Он раздирает каждый день От своего непонимания Политическая близорукость И смотрите Когда услышал Иллисей Человек Божий Что царь израильский Раздрал одежды свои И на кишом Бегал по дворцу То послал сказать Царю ей оденься Как чего ты раздрал одежды свои Пусть он придет ко мне И узнает что есть Пророк в Израиле Что нам делать Эти вопросы будут задавать Генерал Этот вопрос будет задавать Царь Что нам делать Пускать или не пускать Придет пророк и скажет Пусть Что ты раздрал одежду Одевайся Дай разрешение Представляете какая власть пророка Он приходит к царю И царь ничего вопреки не говорит Вот что такое Зрелость церкви Амэн Наступает время Когда к слову К пророческому слову церкви Будут прислушиваться князья Вельможи И президенты Амэн Амэн Поздай славу Господу Это будет Это происходит Успокойся царь Пусть они придут И узнают что есть Пророк в Израиле Ну ясно что царь Позвонил Все эти проволочки Которые сегодня Так долго Получаем разрешение На строительство Вот этой пристройки Которую хотел здесь строить Так сложно идут Процессы по разрешению Там совместного проекта Дня благодарения Взял Наступает время Быстрых ответов Скоро будет очень быстрый ответ Звонок Ответ Звонок Ответ Звонок Ответ И прибыл Нейман Скажи И прибыл Нейман Амэн Обязательно будут прибывать сюда люди Для получения своего ответа И прибыл Нейман На конях своих И на колесице своей И остановился у входа в дом Елисея А я забыл пятый прочитать И сказал царь сирийский Нейман Посмотрите опять пятый стих Когда еще там в Сирии Нейман Разговарив с президентом Мышление президента Опять то что я перед проповедью говорил И сказал царь сирийский Нейман Пойди Сходи Я пошлю письмо к царю израильскому Он пошел И взял с собой Десять талантов серебра И шесть тысяч сиклей золота И десять перемен одежды То есть если ты хочешь что-то получить от Господа То ты должен взять дар в руку Ты должен взять десять тысяч Талантов серебра Если ты генерал У тебя генеральские дары должны быть Аминь И он там целое пожертвование приготовил Десять перемен одежд Золото Серебро Прокаженный Но Твои дары Они открывают небо И он вот с таким вот Я не знаю Две фуры Сколько там было траков Это благословение Он привез И он адрес узнал Где же Нейман Где же Елисей живет И прибыл Нейман На колеснице своей И остановился у входа в дом Елисея И высыл к нему Елисей Слугу сказать Пойди Омойся семь раз в Иордании И обновиться тело твое У тебя и будешь чист У Господа Все просто Вы понимаете Проблема в чем заключается Что когда Нейман Приходит к Елисею У генерала свой стратегический план Это мышление военного Я выхожу Я прихожу Он выходит С группой прославления Слева Джейси Хаус Справа фактор света Бог сверху Что-то еще должен Они так встречают меня С фанфарами Потом мы обмениваемся Двумя речами Я представитель Сирийского Правительства Вы представитель Израильского Правительства И после этой торжественной Церемонии Он вводит меня на подиум Возлагает руки В Мазанье Я падаю Проказы исчезают Я встаю Свидетельствую И жертвую Все свои дары И вы знаете Вот этот генеральский Прагматизм Он как раз И послужил Большой граблей Потому что случилось Совершенно Все не так Как он думал Вы понимаете Произошло Не так Как он думал Он думал Что это все будет Вот как По католическому Принципу По принципу Сирийских Служений Арамеевские А у нас Не арамеевские А у нас Вот такие Вот И посмотрите Когда Елисей сказал Пусть он Вот в этом Ярдане Семь раз Окунется И он будет Здоровый Вместо того Чтобы сказать Фу ты А я думал Здесь Слишком много Усложненная Церемония Какие дела Скидывай Ну нетрудно же Скажите Он же не сказал Выпей весь Ярдан И будешь Исцелен Он будет Окунись Простые вещи Раз Два Три Четыре Пять Пять Семь И будешь Исцелен Но вместо того Чтобы Стать как дитё Пацаны говорят Если вы не умолитесь Как дети Не войдете В царство божие Эх Генеральский Характер Сработал И разгневался Неиман И пошел И сказал Три вещи Он сделал Первое Разгневался Второе Пошел Вон И третий Он сказал Причем сказал Не очень Разумно Вот я думал Что он видит Станет Призовет имя Господа Бога Свою И возложит Руку На то место И снимет Проказу Ну как бы Как солидно Культурно А это что Разгневался Я прошу вас Уважаемых Кого сегодня Бог хочет спасать Исцел Ради Бога Не гневайтесь Не злитесь На нас Не злитесь Это все нормально Кто выиграет От того Что ты Вернешься Назад Домой Прокажен Проиграешь Только Погасив Весь свой Гнев И не злитесь На то Что человек Божий Говорит тебе Потому что Когда ты Послушан Человеку Божьему Бог Благословит тебя Амин Потому что Когда пациент Приходит К врачу Врач Диктует А не пациент Если врач Сказал Снимай штаны Снимай штаны Если в задницу Укол Надо То надо Укол Не ты же Диктуешь Не буду Снимать Через пальто Пожалуйста Это нестерильно Поэтому Понимаешь Если ты Попался В руки К врачу Делай То Что тебе Сказал Врач Амин Если ты Выполняешь То Что тебе Говорит Вот тебя И ожидает Благословение Если 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 Ты Задал Вопрос Что Нам Делать Вот Мы Говорим Тебе Что Делать Иди В И Он Разозлился Раскипятился Обратился То есть Знаете Он пришел Нет Все Я пошел Я думал Это серьезная церковь Я думал Здесь серьезные люди А здесь Пацанва Какая-то Братва Какие-то Недорезанные Сектанты Прикидываются Лгут Я ехал Столько километров 12 стих Разве Разве Азана Авана Парфар Реки Дамаски Не лучше Всех Вот Израильских Разве Я не мог бы Омыться В них И очиститься Я Боротился И удалился В огниве Вот это срыв был Такое впечатление Как будто все бесы Которые в нем сидели Взяли реванш И сказали Не пустим тебя Ну то есть Как все дедушки И бабушки В его автобусе Короче Вылезли Рванули И сказали Нет И стоп Кран сорвали И сказали Нет Поезд Дальше Не пройдет Был прокажен И останешься Представляете Вот Как раз Буквально Без пяти минут Чудо И все бесы Как раз И вылазят И говорят Нет За кого тебя принимают За дурака Здесь тебя держат И ты еще соглашаешься Нет И повернулся Че бы я не мог Покупаться В своих реках Дамаске Начинаю Начинаю здесь Водные процедуры Мне надо Начать И представляете Перед самым чудом Такая Сцена Разгневанный Склоченный Полный бесов Генерал Слава Богу, что эти телохранители, адвутанты были рядом с ним. Посмотрите. И подошли рабы его и говорили ему. И сказали, отец мой. Ну, то есть, батя, войди в себя. Потому что если ты выйдешь из себя и не вернешься, это плохо будет. Если будет что-нибудь важное, сказал тебе пророк, то не сделал бы ты. А тем более, когда он сказал тебе только. А можешь его исчезнуть. Ну ты что, батя? Ну что ты злишься? Ты кипятишься? Фототь не будем. Камеры выключим. Все нормально. Слава Богу, что возле таких вспыльчивых генералов есть хладнокровные адвутанты. А представьте, если вы такие же дураки были вокруг нас. В самом деле, генерал, ты все, брат. Пошли эти жиды, вон, нормально. Еще хотят издеваться над нами. Подмочить репутацию хотят. Окуни 7 раз. Следующий раз сейчас заявим, на танках приедем. Всю богательную разбомбим и все, пойдем в натуре, батя. Если бы такие дураки были бы, все тогда бы, друзья, ни пробуждения, вообще ничего бы не случилось. Но слава Богу за хладнокровных, трезвых и логичных помощников. Амэн. Аллилуйя. Хоть раз в жизни кому-то из вас помогли холодные головы нашим ближним и родственникам. Поблагодарю Господу за них. Амэн. Аллилуйя. Короче, они пошушукались там на сирийском. А человек Божий сидит спокойно. И рушит гордыню генерала. По сути, это даже не он, а Бог. Потому что Бог гордым противится. А что это у вас здесь песни такие? А это вот так надо. А что это деньги собирать так? А что это вы вот так вот шутите, ржете? В церкви разве можно смеяться? Ну это так надо. А что ни одной иконы нет? Хотел как-то на кого-то помолиться. Так надо здесь вон сколько икон сидеть. Скажи, что это свят был, что сэйж. Может на любую. Вы знаете, с чужим, в чужой монастырь со своим уставом нельзя приходить. Амэн. Всегда обломаешься. И поэтому лучше принимать правила игры, по которой существует эта команда. Амэн. Не будь все прочь. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Амэн. И вот он смирился. Хорошо, что его помощники смирились. Он на прощание ему говорит, ну я вас утоплю, если я не исцелюсь. Тебе говорит, хорошо, топи. Топи. Но мы верим, что ты исцелишься. Я представляю, как девочка там молилась. С женой. Наверное, на коленках стояли. Господи. А вдруг не исцелится. Что тогда мне делать? Он мне же как этого клопа раздавит. Господь, жить хочу. Я верю, что лисей снимет по любому проказу. Какая бы там ни была проблема, какой бы характер ни был, снимет проказу. Мне кажется, во исполнении пророческого слова этой девочки Господь со взрослыми решит любой тупиковый вариант. Он решит любую тупиковую ситуацию. Воздай Господу славу. Амэн. У него не останется бессильным. Никакое слово. Четырнадцатый. И пошел он. И окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего. Друзья, вот это секрет наших чудес. Это секрет нашего знамения. Когда Каян же говорит три раза вздохните. Я говорю там выдохните. Были скептики, которые говорят, ну что это? Не хуже, как Нейман. Что я дурак что ли? Я могу на улице подышать свежий воздух. Мы не делаем это от балды. Мы это делаем по слову человека Божьего. Мы делаем это по слову человека Божьего. И когда мы это делаем по слову Божьему, тогда происходят и чудеса. Вы помните, как Петр всю ночь рыбачил, ничего не поймал. И потом утром Господь ему говорит, эй, иди отплыви и закиньте сети по правостору. Он говорит, учитель, мы уже это делали. Вы это делали по своему слову, а теперь сделайте по моему слову. И там написано. Но вы трудились всю ночь, но по слову твоему мы сделаем. И когда мы что-либо делаем по слову его, мы с вами будем видеть потрясающий результат. Все эти будут переполнены, и проказа уйдет с нашего тела, и спасение придет всем дальним и всем ближним, кого не призовет Господь Бог наш. Восстай славу! Халлелуя! Музыканты, вы можете уже выходить. И смотрите, и пошел и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился. Конечно, это ломалось гордость. Конечно, это было жутко. Конечно, это было... Может быть, это страшнее, чем бомбы сыпятся головой. Может быть, это страшнее, чем эти все трассирующие пули, которые свистят рядом. Когда ты, прокаженный генерал, уже обнажился. Вот ты уже вышел. И вот ты уже каешься. И вот ты молишься на языках. И ты делаешь, что тебе сказали. А дьявол тебе долбит мозги. А вдруг не получится. А вдруг не очистится. А вдруг встанешь семь раз, и твоя кожа будет такая же воспаленная, покрытая язвой. И что тогда? И тогда ты уже навеки опозорился. Тебя царь спросит. Ну что, проделал тысячи километров. Где результат? Где чудеса? И ты скажешь, оказывается, там врут. Оказывается, все лгуны. Ты вы знаете, как дьявол день и ночь клевещит? Как он удерживает нас от чуда? Как он удерживает нас от нашего освобождения? Друзья, есть глубокая убежденность. Бог никогда не посрамит тех, кто надеется на него. Бог никогда не бросит в грязь тех, кто всю ставку делает перед ним. Он окунулся раз. Он окунулся два. И где-то его мысли, они были такие смешанные. И где-то, может быть, мысли, я вернусь к жене. Я разденусь. Я скажу, смотри. Ни одного пятна. Мы можем с тобой обниматься. И ты будешь чувствовать мое сильное, здоровое, исцеленное тело. Это достоинство мужчины. И тут же мысли, а если этого не произойдет, тогда тебя уволят из вооруженных сил. Я понимаю, что чем ближе чудо, тем больше война в мозгах. Не бойся. Только веруй. Если что-то ты делаешь по слову Господа, тебя ожидает непозор. Тебя ожидает твое собственное чудо. И когда он седьмой раз окунулся, он не поверил своими глазами. Он рассматривал себя. Его кожа стала клюва, как у младенца чистая. Ни одного пятна. Ни одной язвы. Наш Бог твари чудо. Это зловещая тайна. Навеки осталась в водах Иордана. Я знаю, что у каждого есть тайна. Те люди, которых Бог сегодня приготовил ко спасению. У тебя есть эта зловещая тайна. Ты уже почти свыкся с этим названием. У Бога есть власть. Исцелять от спида. У Господа есть власть. Исцелять от рака. У Господа есть власть. Исцелять от всякой наркотической зависимости. У Господа есть власть. Снимать проказу. Его рука не сократилась, чтобы спасать. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать. Он здесь. Сак камьо макет теларья. Киламах есту бричи зенгла дала. Кима англ воссеталарья. Каламаря беду вас. Сичудзигла пребату лекараму тея. Кима делю риамаханда. Кириламария маханда лиамаралабрагабалакредалагрятанда. Кирмэча бритишти глитобру басикреплетарарья. Церковь простри руки. И благослови этих людей, чтобы никто не разгневался. Чтобы никто не разочаровался. Чтобы никто не ушел. Потому что чудо на этом месте. Чудо на этом месте. Кей! Саламакатая! давайте мы опустимся на колени сейчас перед господом все встаньте на колени и давайте помолимся сейчас и скажем отец небесный молитесь громче отец небесный во имя иисуса христа я прихожу к тебе я не хочу гнить заживо я не хочу носить внутри себя зловещую тайну я не хочу публичного разоблачения я верю великую судьбу которую ты приготовил для меня я ее открываю единственно для тебя и хочу чтобы ты похоронил ее сегодня во имя иисуса христа я раскаиваюсь во всех грехах я раскаюсь своих беззакониях я обнажаюсь перед тобою я открываю перед тобою все свои тайны омой меня своей кровью очисти меня своей кровью разрушиваю жизнь всякое проклятие с ними проказу с ними проказу с ними проказу с моей жизни с ними проказу все цепи проклятие да будут разорваны да будут разорваны во имя иисуса кимарамаш пекла тая начинайте молиться из глубины своего сердца ой а я масса лакроя о 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И разрушать всякую зависимость Милости твоей Милости своей